Итак, ребят, всем привет! Долго готовился к выпуску этого ролика, потому что он будет про мои любимые кайты. Это iRush Union, модель 2019 года, уже четвертое поколение юнионов. Я считаю, что это лучшие кайты в мире для тех райдеров, которые уже хорошо катаются, и им нужна взрывная спортивная машина, которая настолько универсальна в своем применении, что можно и на волны поехать покататься, и дать своей девушке покататься, и пулять в стратосферу, и делать кайт-лупы, и делать перехваты. И все в одном кайте, наконец-то, вот собрано и доведено до такого баланса, о котором я всегда мечтал. Ну, наверное, так. Это вот в общем. Я постараюсь не вдаваться в одинаковые технические подробности, потому что каждый год я говорю о том, что вот, наконец-то, совершенство. Действительно, так и есть. Каждый год конструкторы iRush меня, уже видавшего все кайты в мире, они просто поражают следующим своим шагом, насколько они выверенно все делают. Ладно, неважно. Я хотел вам показать красивые картинки, как я на нем катаюсь на этом кайте, и с какими-то своими комментариями, чтобы вы составили свое впечатление об этом кайте, с моих слов. Постараюсь вам передать те ощущения, те эмоции, те знания, которые я получил вот об этих новых кайтах. Итак, ребят, давайте, чтобы всем было понятно, в чем же уникальность Юниона. Мы разберемся, что такое фристайловый кайт, потому что многие, многих какие-то свои представления. Во-первых, фристайловый кайт не должен быть слишком маневренным, чтобы когда делаешь сложный трюк, он стоял в одном положении, никуда не уходил. А во-вторых, кайт для крутых трюков, он не должен быть слишком тяговитым, потому что крутые трюки делаются на максимальной скорости, и тяговитые кайты, они начинают уже тащить вниз по ветру, уже такой эффект паровоза появляется, и ничего не получается. То есть, фристайловые кайты обычно не очень тяговитые. В-третьих, для того, чтобы делать перехваты, а фристайл это все-таки в основном перехваты, нужно мифическое провисание на стропах. То есть, оттолкнулся, и в полете кайт не очень хорошо дрейфует, ты его обгоняешь, появляется провисание на стропах, за счет этого можно делать сложное вращение там в каких-то нескольких осях, передавать планку за спиной. То есть, фристайловый кайт обычно не очень стабильный. И все эти особенности, они, ну как бы мешают обычному катанию. То есть, когда ты хочешь поехать на волны, катануть, если ты берешь цешку, ты больше мучаешься, чем катаешься, потому что как только ты поехал с волны, кайт не дрейфует, он падает, и полный коллапс. Или хочешь дать девушке или там какому-нибудь своему товарищу, который не очень хорошо катается, цешка может просто там от порыва свалиться ему на голову. Да, то есть, сложность именно в том, чтобы кайт подходил и для фристайла, и для обычного катания, для фрирайда, чтобы он был кайфовый, чтобы не мучиться с этим кайтом. Вот, и я считаю, что вот в Юнионе это объединилось. Это реально сложная задача, потому что как только ты начинаешь менять одну характеристику, меняется другая. То есть, если ты делаешь кайт более стабильным, он уже не дает такого провисания. Или, например, если ты делаешь кайт чуть более тяговитым, чтобы даже в слабый ветер кататься, он уже не позволяет прыгать на тех скоростях. И каким-то образом инженерам из iRush им удалось это. То есть, я уже много лет перешел с цешек на, в общем-то, гибридные кайты и кайфую. Как по мне, по моему опыту, если выбирать кайт для райдеров, уже уверенно катающихся, для тех, кому нужно кайт-лупы делать, перехваты, серьезные вещи, в общем-то. Этот кайт очень хорошо подходит, он очень хорошо сбалансирован, он очень легкий, очень крепкий, потому что у iRush вообще самые крепкие кайты в мире, если вы не знали. Очень хорошо удалось сохранить прямое управление. Вот чем отличаются именно цешки? У них максимально четкая обратная связь от кайта, потому что, опять же, это сложно сохранить, как только ты добавляешь кайт у депауэра. То есть, у цешек маленький депауэр, они плохо сбрасывают тягу, но очень прямой отзыв от кайта. То есть, как только кайт смещается куда-то или тяга меняется, ты по изменению нагрузки на планку, в общем, на планке это чувствуется. У кайтов с депауэром хорошим, там уже некий такой люфт появляется, управление становится как бы резиновым. И я считаю, что у юниона оно вот очень прямое, оно очень близко к тем оригинал си-кайт. Но опять же, если сравнивать с цешками, юнион выше пуляет в небо, у него дольше зависания, он лучше крутит кайт лупы, у него больше гиппауэр, он острее идет против ветра, лучше вырезается. Ну, то есть, ну, реальный кайт, который может делать все и сразу. Он все-таки не совсем подходит для начального уровня катания, то есть, учиться базовые трюки, базовые техники постигать на более дружелюбных мягких кайтах, которые лучше взлетают с воды, у которых еще больше депауэра, у которых тяга на малой скорости более выражена. Вот. Это кайт для продвинутого уровня, по-любому. Но я уверен, что вот перерасти юнион, вот стать таким крутым, чтобы, ну, кайт тебя как-то сдерживал, и тебе нужно было переходить на цепь, ну, это почти нереально. Ну, это просто такая машина для фристайла, просто космос. Так, ну, и для тех, кому все-таки интересны технические особенности, не устану повторять, что кайты Айраж самые крепкие, самые стабильные кайты в мире, потому что только Айраж делает по уникальной технологии, они прошивают ткань купольную усилениями, целой сетью из усилений, где вшита стропа, то есть кайт не теряет форму со временем, они супер крепкие, то есть при ударах ничего не рвется, даже если был надрез, и кайт порвался, это не от края до края, как обычно, всего лишь маленький сегмент, то есть обычно можно даже доехать до берега, или полноценно закончить свою сессию, покататься кайфово, и чинить проще. Ну, короче, одни сплошные плюсы, кайт от этого тяжелее не становится, но он в разы крепче. Это кайт. Что именно поменялось в этом году? Юнион стал еще более стабильным за счет того, что убрали ролики с растроповки, то есть кайт в этом году стал еще ближе к цешкам. Очень прямое управление, очень такой четкий отзыв. За счет этого же, скорее всего, он стал более стабильный к заднему свалу, потому что у третьего поколения юнионов был такой вопросик маленький, то есть если планка не настроена, третий юнион им было достаточно легко сорвать. Тянешь планку на себя, и ты не чувствуешь, что кайт срывается, ну вот его легче было срывать. Четвертый супер стабильный в этом плане, можно его душить со всей силы, он не падает. В остальном все осталось так же прекрасно, он очень управляемый, кайт лупы крутит. Классные новые рюкзаки, мне очень нравятся, такие яркие, красивые. Фирма iRush, как они пишут, делают их из переработанного пластика, то есть они реально за экологию, красавчики. Ну вот, как-то так. Надеюсь, вам понравился этот обзор, к сожалению, чуть не все удалось снять, может побольше крупных планов, еще каких-нибудь пару классных трюков. Ну, как всегда, хочется еще чего-то большего. В общем, надеюсь, вам это было полезно, вам понравился этот ролик, и до встречи на воде. Да, если остались вопросы, вы обязательно пишите в комментариях, постараюсь на все ответить. Субтитры сделал DimaTorzok